И вновь, как и должно быть, военно-исторический клуб «Патриоты» собирает и отправляет гуманитарный груз нашим воинам в зону специальной военной операции. И неважно, зима это или уже пришедшая весна, бойцы получат все, о чем просили. Сегодня к нам с визитом прибыл наш дорогой Петя Чикадаев, который приехал к нам за гуманитарной помощью. Обычно мы отводим, сегодня мы командованием договорились, и он прислал нам машину по боевому распоряжению, прислали к нам сюда за гуманитарной помощью. Я хочу, во-первых, наградить Петра медалью за сопровождение гуманитарного конвоя. Когда он начался до службы в армии, у нас активно принимал участие в наших мероприятиях, и также в зону СДО мы с ним ездили, он сопровождал гуманитарную экономику, и с концертной программой активно у нас участвовал, потом уже был призван. Петя, наградаю тебя, ты молодец! Сужу России! Ну, еще я хочу поблагодарить всех, кто собирал нашу гуманитарную помощь. Это в первую очередь наши одноклубники военно-столетской клуба «Патриоты», группа компании «Аквастиль», Совет женщин автозаводского района, Совет женщин Центрального района, Союз женщин России. Также вот у нас буквально только сейчас территориальное общественное соуправление «Береза». Это Красноглинский район, город Самара, который тоже характерно подключился к нашим гуманитарным конвоям. Кратко перечислю нашу помощь. В первую очередь, конечно, колеса на КАМАЗ, такие большие, всевозможные инструменты, продукты питания, мед, носки, термобелье. Спасибо, Алина Зубцова, она нам нашили, передали, балаклавы, ну, потом боевые рубахи, ну, много-много всего. Теперь все передаем, сейчас все загрузим, если что не влезет, я думаю, влезет, запихаем. Влезет военность. Огромное спасибо всем организациям, которые приняли участие в сборе для нашей гуманитарной помощи. Это неоценимая помощь для нас, для солдат, которые находятся и на границе, и на СВО. В том числе, огромное спасибо всем нашим горожанам, которые нас встретили, родителям, родственникам. Всем привет, всем здоровья, счастья желаю. И еще раз огромный низкий поклон всем, кто помог это все собрать. Все, Сергей Степанович, вы приехали, все у нас хорошо, дорога прошла отлично. Былезет был не так, и еще раз всем спасибо организациям. Кстати, для бандеровцев и неонацистов от Клуба Патриоты тоже была отправлена своеобразная гуманитарка. Потому что есть ярость благородная и специальная военная операция народная. А по ту сторону, как и 80 лет назад, те, кому мир не нужен. Клуб Патриоты в преддверии Дня защитника Отечества принял участие в патриотическом фестивале «Сильная Россия – это мы». Все состоялось в Ледовом дворце Лада-Арина. Сегодня мероприятие, посвященному Дню Оркестровой службы России, которое было образовано в 1711 году, еще Петром I. Вот, оказывается, какие большие такие корни. Мы привезли с собой выставку оружия по СВО, современного оружия, трофейного оружия, которое мы уже приобрели в зоне боевых действий, в зоне СВО. Также Афганского периода и Великой Отец войны. Сегодня люди подходят, мы им показываем, как оно работает, тактико-технические характеристики объясняем. Посетителям митинг-концерта от клуба была представлена интерактивная площадка с самым разным вооружением. От времен Великой Отечественной войны и войны в Афганистане до оружия самых современных образцов. АК-12 под калибр 5.45 – это вторая генерация, то есть вторая модель от того, которая началась в 2012 году разработки. Что в нем такого? В нем интересного то, что у него очень много планок Пикатини, на которые можно навешивать аксессуары, то есть прицелы, рукоятки, лазницы, целеуказатели. АКМ уже был. Первый у нас был АК-47, потом вот пришел на смену АКМ ему. То есть автомат Калашникова модернизирован. Это, ну будем говорить, самая надежная машина. Вот я принимал присягу в 1985 году с таким автоматом именно. Вот, и до сих пор могу сказать, что надежнее этой машины нет ничего в мире. Все посетители интерактивной площадки клуба «Патриоты» смогли получить в подарок аудиодиски с патриотическими песнями, а также новый выпуск газеты «Патриоты Тольятти». В Центральной библиотеке имени Татищева прошло торжественное открытие седьмого городского конкурса чтецов по фронтовым дорогам с Василием Теркиным. В этом году конкурс действительно расширил свои границы. В нем принимают участие более 200 человек, в том числе и ребята из Донецкой и Луганской народных республик. Мы вот хотим этим конкурсом привлечь как больше и больше наших молодежи, чтобы они участвовали побольше в таких конкурсах и тем самым заинтересовывали, как бы показала практика в своих школах, в своих учреждениях, зажигали каким-то своим энтузиазмом остальных детей. И после этого у нас прибавляется больше и больше наших ребят, которые принимают участие. Военно-исторический клуб «Патриоты» совместно с муниципальным бюджетным учреждением библиотеки Тольятти стали организаторами конкурса. Я очень рада, что действительно с каждым годом у нас прирастает география, у нас прирастает количество участников. Мне кажется, это невероятно важно обращаться к поэзии, к фронтовой поэзии и особенно важно к современной фронтовой поэзии. Именно так мы сможем отдать дань уважения, отдать дань памяти бойцам Великой Отечественной войны, бойцам интернациональных войн, бойцам тем, которые сейчас на передовой, которые воюют за наш мир и за нашу свободу. В этом году конкурс посвящен сразу нескольким темам – 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, специальной военной операции, а также поэтам-современникам, воспевающим подвиг и храбрость русского солдата. Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, где путь, как на вершину, был непрям. Еще мы с женами снимся молодыми и мальчиками снимся матерям. А в день победы сходим с пьедесталов и в окнах, свет, покуда не погас мы все, от рядовых до генералов, находимся незримо среди вас. Здесь было не только яркое чтение произведений. На конкурсе чтецов патриоты организовали интерактивную площадку времен Великой Отечественной войны, а также разместили информацию о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Всем гостям и участникам была подарена сувенирная продукция клуба и новый выпуск газеты «Патриоты Тольятти». Не мог не сражаться за всех нас, чтобы правнукам жизнь подарить, чтобы трое детей и шесть внуков смогли бы спокойно любить. Как все на полях он сражался, боялся, но все шел вперед, не хвастал и не признавался, что дважды сбивал самолеты. Да, были медали, награды, но он не за них воевал, он на родине что воспитал, что мог, как и все отдавал, как все приближал он победу, как все говорил «Я смогу». И май 45-го года смог встретить в типозном бреду, как яркие вспышки, салюты, сквозь жаропаляющий глаз, великое слово «Победа» донес он в рассказах до нас. Все участники и победители замечательного, доброго и, конечно, творческого конкурса получили грамоты и ценные подарки. Уже в шестой раз военно-исторический клуб «Патриоты» организовывает и проводит большое мероприятие, концерт, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана. В этом году это событие особенное, год юбилейный. 35 лет назад наши ребята с гордостью покидали горы и ущелья Афгана. В 2024 году в культурном центре «Автоград» большой концерт. Со своими номерами выступили члены клуба «Патриоты» и представители различных культурных объединений города. Полтора часа песен, воспоминания и полный зал зрителей. А еще перед началом было не менее важное, чем сам концерт, встречи друзей, земляков, однополчан, тех, кто помнит и знает Афган не понаслышке. Ну разве это было зря? Ну разве это было зря? Скажите, в чем мы виноваты? Десятилетняя война. Десятилетняя беда. А мы всего лишь в ней солдаты. Мы солдаты. Скажите, в чем теперь позор? В том, что два года пыль глотали. Что тот, кто уходил в дозор, Был не преступник и не вор, А вы как будто бы не знали. Вы не знали? Снова в поле, в чистом поле, Я к ромашке прикоснусь. Я не думал и не верил, Что опять сюда вернусь. Ну разве это было ложь? Что мы за родину сражались, Под пулей шли на острый нож. Теперь твердят, все это ложь, За орденами мы не гнались. Нет, не гнались. Ну разве все это обман? Что возвратился он калекой, Оставив ногу у душма. Простите, сейчас у партизан На век отмечен поле меткой, Страшной меткой. Снова в поле, в чистом поле, Я к ромашке прикоснусь. Я не думал и не верил, Что опять сюда вернусь. Я не думал, Но я верил, Что опять сюда вернусь. Снова в поле, в чистом поле, Я к ромашке прикоснусь. Я не думал и не верил, Что опять сюда вернусь. Я не думал, Но я верил, Что опять сюда вернусь. Я не думал, Но я верил, Что опять сюда вернусь. Он навсегда в наших сердцах. Патриоты ко дню начала Специальной военной операции Выпустили памятное видео, Посвященное нашему земляку, Герою России, Андрею Соколовскому, Разведчику, Спецназовцу. Он погиб, Героически погиб, В зоне СВО. Спас своих боевых друзей, Прикрывая их отход. Заплатил за это своей жизнью. Мы помним тебя, Андрей. Мы в памяти Отметим наши даты За праздничным Не к поводу столом. Я пью за дни, Сгоревшие когда-то, За дни, В которых вместе мы, Ребята, Из-за ребят, Которых Не вернем. Ушел мой друг Всегда Без друга Хуже Внезапно восемь Жизнь его Ушла Душа его Как птица В небе кружит А я все жду Что он Вот-вот Отслужит Не устаю Обманывать Себя И выпито Вино И за окном Темно И знал бы кто Как ты мне нужен Но знаю День придет Душа моя В полет Вслед за тобой Рванет И мы с тобой Закружим Не рано ли нам Подсчитывать Потери И признавать Беспомощность Свою Не постучит В мои он снова Двери А нас учили Надо счастье верить И с армией Не связывать Войну Он с нами был Живой И настоящий За что Ему поставили Не в срок В ногах Красивый Памятник Блестящий Среди Таких же Множество Стоящих Кто это Заслужить Никак Не мог Стоит 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 И выпито вино, и за окном темно И знал бы кто, как ты мне нужен Но знаю, день придет, душа моя в полет С лица тобой рванет, и мы с тобой закружим И выпито вино, и за окном темно И знал бы кто, как ты мне нужен Но знаю, день придет, душа моя в полет С лица тобой рванет И мы с тобой С лица тобой рванет 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 С лица тобой рванет